Игрок команды «Зенит-Санкт-Петербург» Столяров Данил. Данил с победой. Скажи, пожалуйста, быстрые три мяча удалось забить. Это была такая установка на игру, активно начинать, или все-таки более стечение обстоятельств? У нас всегда установка на игру, игра с первых минут впереди, высокий прессинг. И вот поджали, и получилось быстро забить, реализовали свои моменты. Все парни молодцы. Что можешь сказать по игре в целом? Ну, в принципе, хорошо играли, контролировали мяч. Не вынуждены на потери, может, но будем работать над этим. А так, все парни молодцы. Всех с победой. Что можешь сказать о сопернике, о футбольном клубе «Ростов»? Хорошая команда, боевитая. Видно, что тренировали стандарты, мы так и пропустили. Неплохой соперник. Как будете настраиваться на следующую игру и мысли по поводу вообще философии игры команды «Зенит-Санкт-Петербург»? Как обычно, будем тренироваться. Наш стиль – это играть вперед, короткими передачами. Все так же будем действовать по плану. Спасибо большое. Еще раз с победой. Игрок команды футбольный клуб «Ростов», капитан команды, гориллов Павел. Павел, что было в начале? Почему такое начало скомканное? Три мяча пропустили? С чем связано, как ты думаешь? У нас уже не первую игру. Первые минуты как-то мы раслябанно выходим. Нет концентрации, полная включенность в игру. От этого и пропущены голы. Что можешь сказать по сопернику, по игре? Может быть, кого-то индивидуально выделишь, с кем было тяжело играть? Индивидуально я не очень их знаю. Но команда очень хорошая. Игра с передачей, контролирует мяч. И очень приятно играть с такими командами. После 0-3 все-таки игра немного выровнялась. И была возможность все-таки переломить ход игры. С чем связано, что это не удалось сделать? Думаю, не реализовали свои моменты. Пропустили пенальти. И на четвертый гол как уже все стало решающим, я думаю. Какие выводы можешь сделать по этой игре? Выводы? Мне кажется, мы с каждой игрой прибавляем. Я думаю, с последующей игрой будем лучше и лучше. Думаю, мы еще свое возьмем. Спасибо, удачи. Главный тренер команды футбольный клуб Ростов, Калашников, Илья Евгеньевич. Илья Евгеньевич, скажите, начало матча было неудачное. Потом ход игры немного менялся. Какие мысли были после того, как пропустили три мяча? Что нужно было изменить? Или наоборот, не нужно было ничего менять? И как-то надо было просто перестроиться или ребятам собраться? Да, ведь на ребят то, что мы занимаем последнюю позицию, выходим. Немножечко робко давит имя «Зенит» и так далее. А потом смотрят, что играют такие же ребята, такие же ошибаются. И начинают потихоньку-потихоньку играть. Сегодня порадовало, что, во-первых, можно сказать, в одном ключе выдержали достаточно большой отрезок времени после как раз 0-3. И то, что потихоньку уже вырисовывается, то, что мы хотим видеть в будущем. Уже после окончания матча он прошел. Есть ли мысли о том, что можно было что-то сделать не так? Может быть, в подготовке, в тактической схеме, либо в какой-то непосредственно настроенной игру, установке на игру? Или нужно все-таки время для анализа? Ну, точно нужно время для анализа. Выбирать нам особо не приходится из схем. Пытаемся использовать сильные качества футболистов, которые у нас есть. И под это уже искать схемы и так далее. И варианты ведения игры. Какие вы видите внутри команды, понятно, не вне, а внутри команды возможности для усиления в плане игры? Может быть, настроили что-то еще? У нас очень хорошие ребята. Они трудолюбивые, трудятся, понимают, в какой ситуации мы находимся. На каждой тренировке пытаются это изменить. Я думаю, вот это и есть наш резерв. Спасибо большое, удачи в ближайших играх. Главный тренер команды «Зенит» Санкт-Петербург Лебедев Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, подскажите такой вопрос. Вы впервые в городе Ростов или уже бывали здесь? Впервые. К сожалению, город не удалось посмотреть. Но погода, мы из осени, из глубокой осени переехали в лето, и это очень радует. Солнце, тепло. Что может быть лучше? Что может сказать по игре своей команды и по игре соперника? В целом, если брать матч, то мы планировали играть первым номером. И, на мой взгляд, интересный получился матч с точки зрения тактической. Потому что мы столкнулись с тем, что соперник играл в три центральных защитника. Забили быстрые голы, реализовали те моменты, которые у нас были. Большую часть моментов реализовали. Все шло по плану. Но ошибка в обороне, о чем мы предупреждали футболистов, дала возможность сопернику переломить ход игры и завладеть инициативой. Начало второго тайма было как раз продиктовано этим обстоятельством. Хотя в перерыве мы снова проговорили об основных акцентах, сказали о том, как мы играем в обороне. Проговорили действия при прессинге. Но усталость уже в первом тайме накопилась. Усталость, она в начале тайма сказалась. Но, в общем-то, игра, вот как раз концовка первого тайма и второй тайм, начало второго тайма была достаточно обоюдоострая. И очень хорошо, что мы не дали сопернику приблизиться по счету. Забили свой гол. Дальше уже сыграли замены. Ребята, которые вышли, освежили игру. На мой взгляд, неплохо, в основном, все неплохо вошли. Что позволило довести игру до победы. Кого-то можете выделить конкретно из своей команды? Не хотел бы кого-то выделять. В целом, старались все. У кого-то больше, у кого-то меньше это получилось. Но, в общем-то, сыграли... Наверное, кто-то сыграл через «Не могу», потому что достаточно, я сказал, тепло в Ростове. Поэтому играть было непросто. Наверное, не хочу выделять. В целом, неплохо проявили себя практически все. Спасибо большое. С победой! Спасибо.